Из-за зверской жестокости питомца могут быть проблемы у его хозяина. В Екатеринбурге бойцовый пес насмерть загрыз пуделя. Хозяйка погибшей собаки собирается довести дело до суда. Подробности происшествия в репортаже Марии Козловой. Вот ребенок с ней играет. Она очень добродушная. О любимице Люсе рассказывает Вера. Теперь напоминают только фотографии. Во время вечерней прогулки пуделя загрыз ротвеллер. Его хозяин не смог удержать пса на поводке. Был бы выкус вот здесь, вот в этом месте. Насколько была степень поражения. Ветеринары спасти Люсю не смогли. Хотя пуделю даже по человеческим меркам была оказана скорая помощь. Раны, говорят, в клинике были несовместимы с жизнью. У собаки выявилось то, что у нее трехея 100% разорванная. Ну, если по задней сене, вот туда упал. То есть все свалило, все затянуло в себя. Ну, получается, собака ротвеллер, я не знаю, там видно, что раны были нежеванные. То есть не несколько раз она укусила, она просто как дырокол поступила. Убийца Люси, рассказывают местные, держит в страхе весь двор. Ротвеллера владелец всегда выгуливает без намордника. И ничего криминального в этом не видит. Он даже извините не сказал. Я говорю, ну, чего ж вы без намордника-то? Он говорит, так она меня тоже покусала, у меня нога забинтована, хозяина покусала. А что тогда говорить о других людях, о детях? Не раскаялся собачник до сих пор. Своего питомца, говорят соседи, он уже перевез в другое место. Это, видимо, заметает следы. Увидев камеру, хозяин сразу закрывает дверь. Теперь Вера Михайловна надеется на полицию. Люсю говорит, женщина уже не спасти. А вот защитить других питомцев и людей можно и нужно. Она написала заявление правоохранителям. Зоозащитники считают, наказать владельца собаки почти невозможно. Законодательство в этом вопросе слишком общее. На данный момент предотвратить это только разговаривать, общаться с хозяевами, смотреть на их адекватность, на их адекватное восприятие и понимание того, что крупное животное в условиях квартиры – это достаточно большая опасность. И ответственность за поведение такой собаки лежит только на хозяинах. Впрочем, сдаваться Вера Михайловна не собирается и говорит, что свидетелей ее трагедии предостаточно. И добавляет, пока она не решила, будет ли заводить другую собаку. Мария Козлова и Геннадий Бахарев. Новости 41-го канала.